Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Врачи и медсёстры палеоактивного отделения, открытого на базе Московского областного центра охраны материнства и детства, доказывают это каждый день. О нелёгкой работе с особыми пациентами наш следующий сюжет. В этом небольшом отделении, которое находится в блоке реанимации детского стационара, всего 9 коек. Но такого отдельного помещения для маленьких пациентов с палеоактивным статусом нет нигде в Московской области. Излечима больных детей сюда привозят со всего региона. Это тяжёлые дети, как вы видите, лежачие дети. С тяжёлой умственной отсталостью в основном это поражение центральной нервной системы. Половина этих детей – это дети без родителей, находящиеся на опеке детских домов. И есть родительские детки, которым также оказывается помощь социальных служб. И здесь они находятся либо для малоинвазивных операций, это трахиустомы, то есть трубочки для детей, которые не могут самостоятельно дышать. Это гастростомы для детей, которые не могут самостоятельно кушать, самостоятельно глотать. И подбор неврологической терапии у деток с судорожным синдромом, потому что она занимает достаточно длительное время. Над стабилизацией состояния каждого ребёнка работает большая команда. Дети под круглосуточным наблюдением медсестёр, которые прошли специальные курсы по уходу за палеоактивными пациентами. Эльнара Исмаилова в этом отделении уже пятый год, несмотря на то, что через её заботливые руки прошло большое количество детей. Она помнит каждого. Так как сердобольные все очень, то изначально было всем, наверное, тяжело. Ну, год-два уже человек привыкает, в принципе. Тяжело, когда дети на аппарате, на ИВЛ, когда заваливают сатурацию. Тут уже считанные минуты из-за этого стараемся быстрее всё сделать. Уникальность этого отделения в том, что оно находится в многопрофильной детской больнице. И в случае ухудшения состояния маленького пациента или обострения сопутствующих заболеваний, на помощь моментально приходят врачи узких специальностей. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.